Девочки дорогие, мы с вами сегодня в любимом нашем магазине. Под стеклом я уже посмотрела, там за прилавком ничего нет интересного, поэтому я подозреваю, что особенно ничего интересного мы тоже здесь не найдем, но вдруг. Смотрите, интересная брошь с 4 доллара. Я не знаю ее возраст, но она безусловно довольно интересная. Что это в центре? Похоже на стекло. Но я посмотрю, положу ее в свою тележку, не знаю, подумаю, посмотрим. Какие-то интересные бусы. Так, я отвлекаюсь, как всегда. Я сегодня приехала в неурочный день, сегодня понедельник. Обычно я приезжаю в другие дни, обычно я в пятницу приезжаю, но в пятницу я не смогу. Поэтому я вот приехала сейчас. Смотрите, какая красивая штука, да, 4 доллара. Вот эти вот, простите мои ногти, именно как раз завтра я иду их делать. Это я говорю каждый раз, когда я здесь снимаю. Но не каждый раз, но часто. Интересная брошь с интересными какими-то вставками, непонятно из чего. Так, тоже положим, положим в тележку. И вот тут же я наблюдаю интересные серьги. Они тяжелые. Они, по-моему, не маркированные. Я потом посмотрю их поподробнее. Но вот эти вот вставки явно из стекла. Сколько она стоит? 5 долларов. Интересные серьги. Я потом с ними разберусь. Так, что тут у нас еще интересного? Какая-то брошь такая. Старенькая, похоже, 5 долларов она стоит. Сзади, задняя часть и застежка. Суть по всему тоже старенькая. Маркировок нету. Ну, брошь такая интересная. Так. Так, так. Такая брошечка с длинной иголкой. Но мне она просто не нравится. Она, скорее всего, старенькая. Но мне она не нравится. Смотрите, какой интересный кулон. Как он стоит? 6 долларов. Интересно. Похоже на... На что-то... Ну, в общем, интересно. Не знаю, на что похоже. Ни на что не похоже. Просто интересный кулон. Что это за серьги? Прикольные, да? Такие. С микрожемчугом. 4 доллара. Наверное, я их оставлю. Пока что. Так, мы движемся, движемся. Движемся, движемся. Вот я вижу брошь игла. Но она без наконечника. Я, наверное, не буду ее брать. Потому что... Не знаю. Потому что она не совсем целая. Так. Что у нас здесь? Здесь какое-то интересное... Интересное колье. За 5 долларов. Но она без маркировки. Я думаю, что это что-то современное. Так, снова жемчуга с маркировкой. И написано Joe Fresh. Joe Fresh это дешевая компания. Пластик, конечно, который продается у нас в супермаркетах. В наших есть такой... Ну, есть такая компания, но они часто продаются в больших супермаркетах. Есть отдел. Смотрите, какая интересная цепь. Без маркировки. Но такая тяжелая. Видимо, качественное изделие. И застежка такая вот эта вот. Знаете, вот такой вот. И обычно что-то старенькое. Так. Бусы жемчуга снова. Но жемчуга... Ничего такого. Тут же жемчуга в серьги. Но мы их проезжаем. Так, девочки, идемте дальше. Смотрите, какие тоже вот интересные... Ой, что-то упало там. Интересные сережки, правда? Похожи на какие-то... Ну, как будто бы какое-то качество. Но не знаю. Так, тут листик за 4 доллара. Ну, листиков у меня так много. Хотя по застежке это что-то винтажное. Но маркировок нету. Иголка длинная. Не знаю, девочки. У меня уже этих листьев... Тут же рядом интересные серьги. За 2 доллара. Но я думаю, что они тоже не винтажные. И вот здесь вот интересные... Наверное, из 80-х клипсы. Огромные, большие, пластиковые. Повесим их на место. Так, в прошлый раз, когда я здесь была, здесь было очень много интересных всяких клипсов. Немецкие. Посмотрите, какие сережечки. Знак вопросов. Прикольные. Что это? Какой-то кулон. За 4 доллара? Не знаю. Так, я вижу там интересную брошку. за 3 доллара. Тоже уже кто-то мацал эту этикетку и проверял, что она из себя представляет. Скорее всего, брошку дажную. Но не сильно. И маркировок нету. Не знаю. Не могу сказать, что она мне нравится. А за ней следом. Висят интересные сережки. Но, по-моему, здесь не хватает камушка. Так, идемте дальше. Брошь розочка. Скорее всего, современная. За 5 долларов. Маркировки нету. Уже кто-то ее проверил. Скорее всего, с Алика. А может и нет. Но, видимо, современная. Хотя красивая, если честно. Она мне нравится. Интересно, сколько она 105 долларов. Было бы дешевле, я подумала. Так, смотрите. 6 долларов. Какой интересный кулон. Что это здесь изображено? Ну, я не поняла. Поэтому лучше оставлю. Потому что не поняла. Так, там у нас слон. Слон за 5 долларов тоже. Красивый слон, но без маркировки. Ой, слонов у меня тоже много. Вот это интересное что-то за 4 доллара. Красивые блестят кристаллы. Переливаются. Маркировки нету. Оставлю. Пока что у нас совсем, совсем не урожайный. Ну, как я уже сказала, не урожайный заход. Как я уже сказала, летом, я так понимаю, здесь делать особенно нечего. Потому что люди все заняты отпусками. И никто не занимается расхламлением своих домов. 4 доллара клипсы. Не знаю, нет. Скорее всего, что не буду их брать. Такая у меня брошь. Тоже без маркировки. За 4 доллара. Я думаю, что она винтажненькая. Но не современная. Не очень. Маркировки нет. Я посмотрю на то, что все жемчужинки или вроде бы все целы, все на месте. Красивая вещь. Я положу ее в тележку, а там мы решим. Где-то браслет у меня мелькал. Вот такой, но он оказался фуфлом. Мне казалось, что это что-то интересное. Так. Там что-то какая-то брошь такая. Большая, прибольшая. Странная. Филигрань. Большая. 4 доллара. Не пойму я ее возраст. Не знаю. Повешу, повешу. Оставлю пока. Повешу. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, какой-то браслет, но он на резиночке. Интересно, правда? Но я не люблю браслеты на резинке. Так, смотрите, какая. Это пластик, но очень красивый. Очень красивый. Ах, какие большие бусы. Жемчуга. Мне кажется, что мы их видели, их в прошлый раз нет. Вот. Они вот такие вот. Это они просто висят. Сейчас я вам покажу. Они вот такие вот короткие. Они застегиваются здесь на крючке. Стоят 4 доллара. Маркировок нету. Оставим. Так, здесь что-то тоже, кстати, бусы. Многоярусные. Давайте посмотрим их застежку. Непонятная какая-то застежка. А, я знаю такие застежки. Она вставляется вот тут вот. Вы знаете, что? Я их положу в тележку. Они не очень... Конечно, это пластик, скорее всего, 2-3 доллара, но мне кажется, что они винтажные. А может и нет. Так, брошь-планочка очередная. Много красивых браслетов. Смотрите, какой летний красивый браслет. Мне будут писать, зачем тебе оставила такой красивый. Не знаю, девочки, невозможно все-все купить. Невозможно. Так, брошь винтажная. Маркировок нету. 2 доллара она стоит. Она, наверное, какая-то поврежденная. Вроде жемчужина, все на месте. Вроде состояние не такое уж плохое. Уложим. Ну, это такие, знаете, простенькие броши, которые... Ох, какая красотища. Смотрите. Ну, это, конечно... Боже, что это такое здесь? Кулон. Смотрите, какой кулон. Он открывается. Здесь что-то потеряно, по-моему. Так, здесь есть Зара, девочки. Зара. За 6 долларов украшение из Зара. Вы знаете мою слабость к украшению из Зары. Но, по-моему, здесь есть потери. Вот я уже вижу. Поэтому мы ее оставим. Хотя, конечно, вещь... Вещь красивая. Так, что еще у нас здесь? Бабочка. Брошь пин. Брошь пин. Бабочка. Так, там я вижу много красивых брошей. Кто-то, видимо, рассматривал. И повесил здесь, вдалеке. Смотрите, какая красота. За 5 долларов. Я думаю, что оно не маркировано, но брошь очень качественная, тяжелая, красивая брошь. Положим в тележку. И рядышком здесь висит еще одна. Тоже тяжелая, качественный металл. Маркировок нету. Очень длинная, красивая, большая игла. Красивая игла, это только я могу выразиться. Но тоже ее уже искали. На ней уже искали маркировку и не взяли. А я не гордая. Я возьму пока в тележку. А там мы разберемся. Так, колечки. Никогда мы не смотрим с вами. Но они все... Кольца всегда в очень плохом состоянии. Поэтому я даже их не смотрю. Они обычно всегда очень ободранные, облезлые. Так, смотрите, что это такое? Что это такое? Это что-то двойное. Я не поняла. Что-то прям... Ой, какая красотища. Что это такое красивое? Давайте рассмотрим. Так. Никаких нету маркировок. Но вещь прекрасно красивая, но потерян кристаллик один. И маркировок нету. 4 доллара, скорее всего, что ничего ценного нету. Так, вот такой браслет. Красивый. За 4 доллара. Не маркированный, но... Смотрите. А, тоже потери. В общем, девочки, я сегодня приехала к шапочному разбору, когда осталось только... Только всякое... Всякий не... Не ликвид. Ну, этого следовало ожидать. Сегодня понедельник. День, когда я обычно не хожу. Просто... На выходные мы езжаем в Америку на неделю. Больше даже на 10 дней. Навестись в мою сестру. Мы едем на Коттедж. В общем, у меня не будет долго. Я наснимала кучу видосов. Может, это видео вообще выложат... Это когда... После того, как я вернусь уже даже. Не знаю. Короче, клипсы, смотрите. С жемчуга. За 3 доллара. Вот такие клипсы. Так, что это за брошка? Вот. Интересная брошка. Так, что это здесь такая интересная у нас? Цепочка. Это сатуар. Но... Не знаю, Беодор. Никаких маркировок нету. Ой, что-то я уронила. Сейчас я подниму. Я всегда все поднимаю. Никогда не оставляю на полу валяться. Люди такие, свиньи. У них падает. Они... Это стеклышки. И они все это оставляют лежать. Красивые стеклышки. Колье стеклянное. Какое сердце. Сердце. Тебе не хочется покоя. Знаете что, девочки? Я думаю, что я... Смотрите, какой локет интересный. Я, наверное... Я знаю, что вы очень любите эти видео. Такие мои поисков сокровищ. Но сокровища тоже давно нет. Я буду вам поделать показ своих украшений, которые я покупала до этого. Потому что, на самом деле, видимо, до наступления осени или вообще ничего красивого и интересного нам не будет попадаться. Честное слово, в последнее время так распутывала-распутывала, так я и не поняла, что я распутала. Красивая конфигурация, красивые звенья. Стоит она 5 долларов, эта цепь. Большая, длинная, длинная цепь. Здесь есть замочек. Но никаких маркировок, кажется, нету, да? Хотя... Нету. Хотя цепь интересная. Вот такие вот интересные здесь элементы. Ну... Что делать? Так, это я уже мы с вами распутывали. Здесь какой-то... Какие-то буши с такими пластиковыми большими. Что это такое интересное? Ничего. Судя по весу, это какая-то... Какая-то фигня. Это тоже какая-то фигня. Так. Ну и все. Кулон. Ой, слушайте, так согнулась. Аж еле разогнулась, девочки. Так вот... Так вот станешь буквой ЗЮ в магазине. А потом... Фигушки разогнешься. Что я ищу? Я хотела вот в этом вот кулоне посмотреть. Есть на него какая-то маркировка. Но я не вижу ничего. Вот от него это. Тут что-то такое. Жемчуга. Все, мы уже это видели с вами. Я просто пошла назад. Что это такое? И чего это такое? Если бы мы знали, что это такое. Но мы не знаем, что это такое. Ой, господи. Тут барашки. Барашки. Какие-то черти знает что. Так, все. Пойду. Запонки. Ой, эти черепашки. Смотрите, какой прикольный браслет. Из черепашки маленький. Так, нет, ничего нету. Красивого, интересного. Ничего. Ничего. Кошеньки. Сейчас пойдем, пойдем в стаканы, то есть в чашки стаканы. Но я думаю, что там тоже ничего не найдем. Я еще тут поковыряюсь без камеры. Потому что это, как правило, все мои лучшие находки. Красивые кглажевели и жемчужни. Я нахожу, когда я выключаю камеру. И фокусируюсь не на съемке. И не на то, чтобы все попало в кадр красиво. И чтобы мои ногти страшные дрянные не попали. Так, это что-то с маркировкой. Joyfresh. Да, это тоже дешевая компания. Хотя, видите, как красивая. Перламутровая. А пока мы выключаемся. И если ничего не найду, то пойдем встретимся в чашках, по сути. Девочки, ну что вам сказать. Если в украшениях у нас не было ничего интересного, то в чашках я уже вижу. За 7 долларов японская чашка. И рядышком, за 8, вернее, долларов, тоже японская чашка. Ой, сейчас у меня нету пупок. Посмотрите, какие они. Они немножечко, по-моему, сход золота. Но, в общем и целом, боже, что мой. За 8 долларов. Какая красота. И вот здесь, по-моему, это за 10. Это тоже... Это непонятно, что. Но она очень интересная и очень красивая. Здесь, смотрите, какая малюсенькая малютка. Бавария. Восемь долларов. Малюсенькая чашечка и блюдца. Так. Там наверху тоже много чего. Вон что-то синее красивое, смотрите. Бавария. Бавария. За 8 долларов. Но она в не очень хорошем состоянии, по-моему, да? Не знаю. Чё-то не поняла я. Сейчас ещё вам покажу. Может, сначала вот эти вот погружу. Тоже Бавария. Какие-то номера, номера. Красавица. А вот ещё, смотрите. Я думала, что это отдельно тарелка. А вот возле неё блюдца стоит, который... Вернее, чашка, которую я не заметила. Английская. На ней нет цены. Видите, чашка. У нас ещё одна такая есть, на которой цена стоит. Я сейчас поищу. А, там я вижу их целых три. Знаете, что? Я сначала укажу уже в тележку вот эти две, по крайней мере. А там разберёмся. Так, смотрите. Я нашла ещё три. Вот их всего три. Блюдца и три чашки. И цена написана 7,99 умноженная на 3. То есть, либо это три блюдца и три чашки. Вообще, должно было быть написано умноженное на 6. Но дело в том, что на чашках нету цены отдельной. Поэтому я спрошу, что здесь за цена у них. Так, потом вот, смотрите. Я нашла вот такую вот интересную, очень красивую чашку. Их здесь две. Написано TF and Made in England. В общем, феникс. Какой-то феникс. Фарфор феникс. Не знаю. Вот она. Посмотрите. Я думаю, что это ручная роспись. И 10 долларов она стоит. Есть такое же блюдце. И еще одна есть такая же. Такая же точно желтенькая. Тоже за 10 долларов. Тоже сплется. Но если честно, это я не знаю. Китайская. Слушайте, я в прошлый раз такое купила. Помните? У меня был набор из трех. А сейчас мне попалась вот, по-моему, еще такая же за 8 долларов. Это будет четвертая. Но тогда я купила за 9 долларов, по-моему, или за 12, 4, 3. А здесь вот одна за 8. Вы знаете, у нее какой-то немножко облезший ободок. Я не знаю. Это была такая же, какую я покупала или нет? Я уже не помню. Надо мне мое видео посмотреть. Очень похоже. Так. Вот еще вот такая. Английская. Чашка. И к ней блюдце. Сзади здоров. Ну, я не знаю. У меня что-то подобное. Уже так много таких. И она... А, вы знаете, что я в прошлый раз видела и зарубила, потому что у нее эти трещины внутри. Так что мы ее поставим назад. Вот какие-то белые. Белые чашки. Тоже английские. Просто белая вот такая чашка. 15 долларов. Вот так. Видите, она очень дорогая. 15 долларов за две. Чашку и блюдце. Просто обычная белая. Но, наверное, какой-то дорогой хороший фарфор, в котором я ничего не понимаю, поэтому они так дорого его оценили. Ну, в общем, короче. Вот это я. Что с этой? Немецкая Бавария. Какие-то номера, номера. 10 долларов она стоит. Чашка и блюдца. Красивая форма, необычная. И вот это вот меня смущает. Мой сон. Тоже японская, наверное. Хотя вот какая-то корона изображена. Судя по форме и по исполнению японская стоит 10 долларов. Давайте я посмотрю ее. Что вот это означает? Japan, да. Я понял. С наклейкой. Мне написали, что всякие с наклейкой вещи, они, возможно, из какой-то коллекции. Ну, в общем, девочки, не знаю. Подумаю насчет этих чашек. И включусь к вам уже. По-моему, все. Я пересмотрела. А, здесь вот еще есть вот такая немецкая чашка. Made in Germany. Такая же. То есть их две. А, может быть, это две стоят? Смотрите, написано 10 долларов две. То есть это очень может быть, что два. Это не потому что блюдца, а пара вот этих вот. Потому что на этой нет цены. То есть две пары стоят 10 долларов. Тоже надо спросить. Ну, если две за 10, немецкие, бавария, бельштейн. Я подумаю. Красивые, правда? Нежные такие. Подумаю. И на счет этой подумаю. Так, мы сегодня снова в мебели. Здесь, кстати, музыка очень громко играет. Там, где я обычно шарюсь по каким-то... Там, где книжки, там было столько людей. Я не могла встать нигде. Девочки, значит, насчет украшений. Сегодня сплошной какой-то облом. Вот все вот это вот. Вот это все фигня. Вот это вот. Это все современное. Я нашла в продаже. Их продают за 30 долларов. Но даже не написано, что это винтаж. А в принципе написано... Даже написано... Ну, не написано, что это винтаж, короче говоря. Так, это вообще какая-то фигня. Кулон этот. В общем, я сегодня что-то расстроена. И мне ничего не нравится. И вот это мне не возьму. И вот это не возьму. И вот это... Я, знаете, что возьму? Я возьму, наверное, вот эти парочку. Вот эти броши. Вот эту с жемчужинками. Она старенькая. Вот эту с жемчужинками. Она старенькая. И вот эту вот планку, наверное, с украшением. Теперь из чашек, девочки. Я просто офигела. Значит, смотрите. Вот эту я нашла ее в интернете. Их очень дорого продают. И вот эти все японские чашки. Вот эти японские чашки. Их очень дорого продают в интернете. А здесь они за 8 долларов. Вот эти я тоже нашла. Но они какие-то не очень дорогие, честно говоря. И даже не написано, что это винтаж. Я еще посмотрю насчет них. И вот эти я что-то тоже еще не искала. Надо поискать. И тогда я буду узнать, что с ними делать. Но вот эти, конечно, японские три чашки. Они прямо удачные. Очень удачные. Очень красивые. Прям супер. А с украшениями что-то у нас облом случился. Поэтому, наверное, мой канал... Мы переименуемся с украшением в посуду винтажную. Скоро, по-моему. Потому что что-то я с украшениями у меня облом. А вот чашки у меня хорошие попадаются. Все. Надеюсь, что вам понравилось. Было интересно. С вами была Дита. Всех люблю. Целую. Всем пока. Бай-бай.